В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. Готовность Самары к чемпионату мира по футбол 2018 года оценили на высоком уровне. Министр спорта России Виталий Мутко и генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке побывали на стратегически важных объектах и оценили ход строительных работ. Своими впечатлениями члены комиссии поделились с журналистами. Укладываемся ли в сроки и что еще предстоит построить в Самаре, расскажет Лариса Шалафаст. Оценивать подготовку Самары к чемпионату по футболу генеральный секретарь ФИФА Жером Вальке начал в новом терминале аэропорта Курумыч. Он сможет обслуживать более 3,5 миллионов пассажиров в год и почти полторы тысячи в час. Площадь терминалов четыре раза больше прежнего. Новый самарский аэропорт сможет принять всех туристов и болельщиков в 2018 году. Также вместе с министром спорта России Виталием Мутко и губернатором области Николаем Меркушкиным Жером Вальке посетил площадку строящегося стадиона. Сейчас в основании будущей арены заливают бетон. К возведению стен планируют приступить осенью этого года. В график укладываются. Стоимость самарской космос-арены составит порядка 16 миллиардов рублей. В целом, степень готовности Самары к проведению чемпионата мира гости оценили высоко. Это один из наших самых надежных регионов и с точки зрения подготовки к чемпионату мира. Мы рассчитываем, что Самара будет такой жемчужиной проведения чемпионата мира, потому что здесь прекрасный город, хороший регион, очень большая агломерация. Чтобы в областной столице не было дефицита с местами в отелях, к чемпионату построят еще две гостиницы. Одна из них расположится в центре города, другая рядом со стадионом. Мы в ближайшие 3-4 дня необходимые документы контракта Витальевича тоже подписываем. И будет гостиница где-то на 190 мест, 5 звезд, которые может устроить и команды любые, и FIFA. Запланировано строительство и нескольких тренировочных баз для команд. На брифинге журналисты затронули тему коррупционного скандала, который не так давно разгорелся вокруг FIFA. Корреспонденты поинтересовались, есть ли вероятность, что чемпионат по футболу в России не состоится. «Моя команда участвовала в жеребьевке стран на право проведения чемпионата. И я могу с уверенностью заявить, что были соблюдены все процедуры и все правила. Нарушений не было, а значит, нет оснований что-то отменять». «Здесь я никаких проблем не вижу. Наша сила в том, что мы этого хотим. Мы едины. Мы сегодня футбол в России очень популярен, его любят. Да, мы не такие большие успехи, может быть, в футболе, там, в самой игре достигаем, но и то у нас люди надеются на чудо, как сжахнем всех в 2018 году. Вот на что...» Следующее заседание оргкомитета пройдет во время предварительной жеребьевки команд, которая состоится в Санкт-Петербурге в июле. Представителям футбольных команд презентуют электронную версию баз проживания на время проведения чемпионата. Лариса Шалафаст, Павел Пресняков, События. К чемпионату мира в столице региона капитально ремонтируют основные магистрали. Строительство подземных переходов на Московском шоссе ускорено. Движение по всем полосам откроют уже к началу учебного года. Такое решение было принято по итогам совместного выездного совещания главы городской администрации Олега Фурсова и представителей областного Минтранса. Открытие подземных переходов на Московском шоссе с нетерпением ждут все жители города. И автолюбители, и особенно пешеходы. Ради комфортного и безопасного перехода дорог в будущем горожане готовы потерпеть временные неудобства. Переход нужен. Просто движение интенсивное, и сомфорт сейчас ломается. И поэтому переход просто горчил бы. Мне кажется, нужно, чтобы у меня в пробах было. Людям легче на работу добираться. Ну и нам тоже безопаснее переходить под землей, чем по этому. Вот я иду с ребенком, он у меня вырвался, а тут уже включили зеленый свет. На участке магистрали у торгового центра империи подземные работы на полосе, ведущей в город, уже полностью выполнены. Строители постепенно переключаются на вторую часть, по направлению из города. Такая же ситуация и на пересечении с улицей Советской Армии. На революционной работы начались позже. Однако во время объезда главы города Олега Фурсова по объектам строительства подрядчики обещали ускориться. В Октябрьском районе должны переключить до 12 июня. Они должны, наверное, побольше людей туда, не 10 человек, а побольше, и сделать так, чтобы горожанам было комфортно. Значит, эта установка была дана, они под ней, так сказать, подписались. За этим лично отслежу и проконтролирую. Пока под землей ведутся работы, часть магистрали перекрыта. Открыть движение изначально планировалось в октябре. Однако глава администрации Олег Фурсов заметил, сохранив качество, сроки работ нужно сократить. Во время объезда по московскому шоссе было принято решение полностью восстановить движение до начала учебного года. Для этого подрядная организация должна привлечь все возможные резервы. Работы после визита там активизировались, работают круглосуточно. Срок окончания всех работ, включая чистовую отделку подземных переходов, 10 декабря текущего года. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Сделать свой микрорайон чистым и благоустроенным жители Самары могут совместно с общественными советами. Встречи проекта на связи с губернатором проходят в каждом районе города. Люди рассказывают о наболевших проблемах и вместе с представителями власти находят пути их решения. Очередная встреча прошла в микрорайоне Центральной промышленного района. Благоустроить территорию парка, возродить в микрорайоне озеро, спилить аварийные деревья. Просьб у местных жителей микрорайона Центральной много. Александр Малышев рассказывает, асфальтовой дороги в частном секторе нет уже 70 лет. Каждую осень и весну приходится пробираться по грязи. Хотели бы, чтобы у нас по нашим дорогам, улица Красносельская, Путиловская, провели небольшой из старой крошки асфальта с учетом вот этих минимальных расходов благоустроенную нормальную дорогу для жителей. Чтобы наши девушки, жены, дочери ходили нормально не в грязи, не в галошах, а как положено. На встречах в рамке проекта на связи с губернатором общественные советы микрорайонов собирают все жалобы и предложения жителей. Не всегда у представителей власти есть возможность побывать в каждом дворе и оценить ситуацию. Поэтому жители – лучшие помощники. Общими усилиями люди и общественные советы смогут решить проблемные вопросы намного эффективнее. Я ставлю задачу, чтобы мы не каждый сам по себе работали. Мы все на одну проблему навалились всеми ветвями общественной власти. У нас теперь есть городские депутаты, общественный совет, ТОСы и даже областные депутаты еще должны сюда подключиться. Вот тогда мы, скорее всего, найдем и средства, и рычаги власти. Такие встречи с жителями в микрорайоне центральный будут проходить каждый месяц. Все предложения, которые поступят, будут оперативно отрабатываться. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События. Благоустройство территории, уличное освещение, восстановление зданий. Жители совхоза Кряж о своих проблемах рассказали напрямую главе администрации города. Олег Фурсов на месте ознакомился с ситуацией и по итогам встречи дал соответствующее поручение руководителям профильных ведомств. Марина Матвейшина продолжит. Слывший некогда культурным центром совхоза Кряж, клуб «Русь» превратился в пристанище личности бескультурных. Распитие горячительных напитков, крики, драки, а порой и пожары – обязательная ежевечерняя программа. Хотя раньше здесь проводились съезды областного масштаба, а для жителей выступали даже иностранные артисты. А здесь столько кружков было. Такой клуб, такой зал на 360 мест. Тут и голосование было. Ну все, в общем, вторая жизнь здесь была в этом клубе. О том, какие проблемы накопились за десятилетия невнимания властей к территории поселка Кряж, жители рассказали главе администрации города Олегу Фурсову. Вместе с руководителями профильных департаментов он провел совещание по развитию территории. Инициатором встречи выступил общественный совет Куйбышевского района. Принято решение после исследования здания ДК либо его восстановить, либо снести и построить спортивную площадку. А пока ограничить туда свободный доступ. Глава администрации обратил внимание и на сквер, расположенный рядом с бывшим Домом культуры. По скверу, значит, Алексей Владимирович, наверное, совместно с районом предложите проект планировки сквера, да, что здесь. Просто так вот огородить, там деревья подряд ли это маловато. Он должен стать уютным местом. Может быть, здесь какие-то детские площадки поставят. Во дворах жители и сами стараются наводить красоту. Разбивают цветники, подметают дорожки. Но в некоторых случаях справиться самим бывает трудно. Во дворе 10-го дома по улице Центральной находилось здание детского сада. Теперь оно разрушено, а на память жителям остались горы строительного мусора. Они, видите, по периметру все раскидали. Там все деревья пропадут. Все березы, они все пропадут. Тут ничего не пропадет. Они все вывезут, все аккуратно. Что-то бурелом вообще был. Если вывезут, все. Давай так вот, значит, мусор в пакетах и ветки. Два дня тебе, да? По поводу бетонных конструкций. Значит, надо понять, от кого они здесь остались. Благоустройство территории, качество воды, недостаток уличного освещения и отсутствие аптеки. Местные жители рассказали о своих насущных вопросах в главе администрации. Люди здесь активные. Они готовы идти на выборы. Они готовы избирать власть, которая будет представлять их интересы на местном уровне. Это значит, что мы получим дополнительно в команду городской администрации тех людей, которые будут, как говорится, решать вопросы развития того или иного микрорайона на месте. Это очень-очень важно. А совместными усилиями привести поселок в порядок будет проще, уверен Олег Фурсов. Он станет привлекательным для жизни горожан. Потенциал здесь есть. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. Более пяти тысяч беженцев с Украины, которые сейчас проживают в Самаре, стали участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В Самарском районе паспорта граждан России вручили семьям из Донецкой и Харьковской областей. Во время торжественной речи на глаза наворачиваются слезы. Этого дня бывшие граждане Украины ждали почти год. Оформив все необходимые документы, Руслан и Ирина Шульга из Донецка в торжественной обстановке получают паспорта. Теперь они полноправные граждане России и жители Самарского района областной столицы. Эмоции переполняют. Праздник как никогда. Такое чувство, конечно, и гордость, и эмоций много. Ну, радость, конечно, радость. По словам новоиспеченных россиян, жизнь потихоньку налаживается. Бывший майор украинской милиции Руслан Шульга подыскивает работу в правоохранительных органах. Его жена Ирина уже работает инженером в одной из строительных компаний. А бывшие жители Харьковской области Украины семья Данильченко, прибывшие в Самару, уже успели обжиться. Работаем, работаю у вас очень много. Зарплата разная, в принципе, по желанию. Я работаю на железобетоне. В перспективе у меня уже есть приглашение в электросети. Поэтому заработаем и не переживаем. В рамках госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, помощь в получении гражданства и трудоустройстве беженцам из Украины оказывали специалисты Самарского центра занятости, через который прошло уже более 5000 человек. Эта программа подразумевает не только то, что гражданин может в ускоренном порядке стать членом, гражданином Российской Федерации, но и выплату финансовых средств на обустройство и на оплату жилья в течение полугода в размере половины стоимости от арены. Двум семьям, которые получили паспорта, сегодня повезло. В Самаре они живут у родственников. Как говорится, в тесноте да не в обиде. Всего же на сегодня гражданами России, жителями Самарского района, областной столицы стали более 50 переселенцев из Украины. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Тем временем театр драмы имени Горького начал собирать гуманитарную помощь для актеров Луганского и Донецкого театров, чьи работники оказались в тяжелейшей ситуации, принимают продукты питания, питьевую воду, то, что можно довести до места назначения. Для актеров спектакля «Завтра была война» война, к счастью, всего лишь постановка, в которой они играют. Для их коллег из Луганской и Донецкой народных республик это реальность, тяжелая и печальная. В театре драмы имени Горького несколько недель собирают гуманитарную помощь, которая отправится на Донбасс. Там действительно народ бедствует, потому что я не хочу выступать ни за украинскую власть, ни за русскую, но там творится достаточно серьезный беспредел, и действительно продуктов не хватает, потому что эти два региона, они отрезаны от Украины, они отрезаны от России, они остались как одинокий корабль в этом бездонном море. Актеры, например, это люди души в основном, и они, ну, пойти по улицам собирать что-то, да, они все-таки, это тяжело будет им для души, на самом деле, это понимается. Неравнодушных немало. Один из самарских бизнесменов откликнулся и привез 10 коробок с провизией. Услышав о сборе помощи, в театр идут самарцы, которым не все равно. Крупы, консервы, конфеты, даже простая питьевая вода. А все, что может преодолеть путь вдвое суток, и не испортится для актеров Луганского и Донецкого драматических театров, которые попали не просто в трудную ситуацию, а оказались на грани выживания. Здесь лежат макароны, печенье, конфеты, гречка, рис и так далее. Вот такие вот продукты, чтобы не портились, чтобы можно было их отвезти до Луганска. Мы можем помочь и должны это сделать, говорит главный режиссер театра драмы Валерий Гришко. Луганские актеры в последний раз зарплату получали в октябре. Большинство из них не могут платить за квартиры и живут целыми семьями в театре. Свои должны помогать своим. Мы в данном случае актерам, у которых, как мне ребята сказали, дети в голодный обморок падают. Приносят какие-нибудь девочки, говорят, вот бабушка передала. Как правило, передают не богатые люди, а те, кто познали, что такое нужда. Машина с грузом отправится через пару дней, но везти полупустую стыдно, говорит Валерий Гришко. Актеры просят всех, кто хочет и может помочь, приносить продукты на вахту театра. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. Бескорыстно помогать людям будут самарские школьники. В областной столице планируют возродить знаменитое Тимуровское движение. Решение было принято на заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан. Единая атрибутика, устав и даже массовые сборы – все это ждет ребят уже в новом учебном году. Тайком натаскать воды, сложить дрова и разобраться с местными хулиганами. Так советские школьники помогали семьям красноармейцев, больным и пожилым людям в фильме «Тимура и его команда». Легендарное кино по книге известного писателя Аркадия Гайдара снимали в 1940 году в Куйбышеве. Как только произведение вышло в свет, воодушевленные школьники стали называть себя тимуровцами и безвозмездно помогать людям. На родине Тимуровского движения и сейчас должны быть отряды ребят, готовые на благородные поступки, уверены участники Координационного совета по патриотическому воспитанию. С идеей возрождения тимуровцев выступил Виталий Добрусин. Мне кажется, что то, что мы можем сделать в этом году в Самаре, в Куйбышеве, это может стать точкой отчета для того, чтобы тимуровское движение уже возродилось в масштабах всей России. Для тимуровцев 40-х годов помощь нуждающимся была в первую очередь увлекательной игрой в добро. Сегодня, уверены участники Координационного совета, важно преподнести школьникам тимуровское движение так, чтобы заинтересовать ребят, а не заставить. Романтизм Гайдаровской книги, он, конечно, здесь должен быть на первом месте. Целый ряд каких-то будет продуманных шагов, пока еще не буду раскрывать всех секретов. Это, конечно, наверное, будет и элемент такой соревновательности, элемент военной тайны, может быть, в чем-то. Это, конечно, будет и ощущение приобщения к каким-то таким высоким ценностям. 25 лет назад тимуровское движение в Самаре перестало существовать. Сегодня помощь ветеранам, больным и пожилым людям оказывают волонтеры. На Самарской земле добродетель в почете. Волонтерское движение здесь одно из самых мощных в стране. Во многом волонтерское движение как раз выросло из тимуровского. И вот сегодня придать этому тимуровскому движению новое звучание, взять что-то хорошее из прошлого, посмотреть те практики, которые наработаны за последнее время в новейшей истории. И обязательно должна какая-то быть идеологическая составляющая. На первых порах советам принято решение показывать в школьных лагерях фильм Тимура и его команда и документальное кино о тимуровском движении. Видео появится и на сайтах профильных ведомств. Далее в планах создание первичных отделений тимуровцев и открытие музея. В ближайшее время будет объявлен конкурс на лучший вариант атрибутики для нового движения. А в декабре школьники уже смогут отправиться на первый тимуровский слет. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов, События. И у меня на этом пока все. Обратите внимание, наш телеканал расширяет зону своего вещания. Настройте Самаргиз в кабельной и цифровой сети Волга Газ Телеком. Смотрите нас онлайн на сайте samar.tv через специальное бесплатное приложение для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на samargiz.ru. Следуйте за нами в Твиттер, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагиз. У АСВ, похоже, закончились деньги на компенсации по вкладам в обанкротившихся банках. Организация может обратиться к Центробанку за кредитом на сумму до 110 миллиардов рублей на срок до 5 лет. Фонд страхования вкладов был опустошен после недавнего отзыва лицензии у банка «Транспортный» с объемом вкладов 42 миллиарда рублей. Избежать необходимости получения средств от Центробанка можно, если удастся получить какие-то средства от ликвидационных процедур. Как отметили в АСВ, условия получения ликвидности от Центробанка согласованы, но брать деньги про запас не планируется. А теперь представьте, сколько было черных банков в стране, если даже АСВ чуть не обанкротилось. В работе Национальной системы платежных карт произошел сбой из-за проблемы в работе одного из приложений программного обеспечения. Операции по картам обслуживались с перебоями в течение 20 минут, примерно с 13 часов 9 минут до 13 часов 38 минут. Нештатная ситуация связана с некорректной обработкой скрипта в одном из приложений программного обеспечения. В этот период некоторые клиенты могли испытывать сложности при проведении операций по карточкам. Представители банков заявили, что не фиксировали массовых жалоб. Мне вот как-то винду на компьютере переустановили кривыми ручками. Так и то проблем больше было. Иностранные туроператоры, работающие в Греции, решили подстраховаться на случай банкротства этого государства. На днях они обратились к местным ательерам с требованием включить в договоры новые пункты, гарантирующие отсутствие требования штрафов с заказчика на случай снятия брони. Организаторы международных мероприятий включили банкротство отдельным приложением к контракту. Говорят, что от Греции требуют поднять налоги, чего страна сильно не хочет. А вообще все эти греческие метания больше похожи на шантаж, чтобы Евросоюз не наседал. Российский фондовый рынок открылся в среду слабым ростом. Индекс ММВБ в плюсе на отметке 1664 пункта. Среди лидеров роста – аптечная сеть 36,6, КАМАЗ, Сбербанк, Полюс Золото и МВИДЕО. В аутсайдерах – Мечел, Интеррао, РДР Русала, ТМК, ВТБ и ПИК. К открытию торгов в России сложился умеренно позитивный внешний фон. Американские индексы не показали существенных изменений. Азиатские рынки торговались в плюсе. Фондовые индексы Европы во вторник незначительно снизились. Курс доллара на 10 июня – 55,91 рубля, курс евро – 63,07 рубля. Зол стоит 2122 рубля за грамм. Серебро стоит 28,99 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 66,13 долларов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. Значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Крылья советов накачивают футбольные мускулы. Самарченко выиграла всероссийский турнир по легкой атлетике. Павел Сухов – бронзовая шпага Самары. В швейцарском Монтре завершился чемпионат Европы по фехтованию. Павел Сухов выиграл бронзовую медаль в поединках на шпагах. Самарец оказался вторым из сборной страны, который дошел до 1-16 финала. В следующем круге соревнований Сухов остался единственным россиянином. В полуфинальном поединке с лидером мирового рейтинга французом Гатте Грумье Павел ввел в счете 8-4, но проиграл парижанину 14-15. В итоге чемпионом Европы стал Грумье серебро у швейцарца Хайнцера, а бронзу у самарца Павла Сухова. Всероссийский турнир по легкой атлетике на призы двухкратной чемпионки мира Юлии Печенкиной выиграла самарская спортсменка. Анастасия Николаева финишировала первой на стометровке с барьерами с результатом 13,25 секунды. Кроме этой дисциплины комплекты наград разыграли в беге на короткие и средние дистанции, в эстафете, а также в метании молота и копья, прыжках в длину и толкании ядра. Крылья Советов хотят усилить команду пятью футболистами к сезону в Премьер-лиге. Для достойного выступления прокомментировал трансферные планы гендиректор клуба Виталий Шашков. Главному тренеру команды Франку Веркаутерну представили список игроков, каждый из которых должен усилить каждую линию. Нападение, защиту и среднюю зону. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!